МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рыбалка – это не увлечение, не привычка, и тем более не просто желание чем-нибудь заняться в свободное время. Рыбалка – сродни поэзии. Это состояние человеческой души. Такими словами свое призвание описывают сами рыболовы, и лучше, пожалуй, не скажешь. О том, какими качествами должен обладать настоящий рыбак, где в Сарове проходит соревнование по рыбной ловле и многом другом, мы побеседовали с председателем Саровской федерации рыболовного спорта Федором Якушевым. Федор, этой зимой в Сарове прошло уже несколько кубков города по, ну, скажем так, зимней ловле. Там есть более хитрое название, мы о нем сейчас поговорим. Это, в принципе, уже стало достаточно доброй традицией. Расскажите, пожалуйста, как все начиналось, и что это за чемпионаты, соревнования? Начиналось это в 2016 году. То есть, как бы, нашей организации уже в этом году будет 4 года. Идея была какая? Объединить людей, которые занимаются рыбалкой, и при этом дать им какого-то азарта, наверное, чтобы посоревноваться между собой. То есть, как бы, в основном, понятное дело, играют мужчины. Мужчины – это всегда соревнования. То есть, это всегда кто лучше, кто быстрее, кто сильнее и так далее. Поэтому, как бы, родилась такая идея, организовать в городе такую организацию, создать, чтобы объединить людей, увлеченных рыбной ловлей, и, опять же, дать им, во-первых, какое-то общение между собой, обмен опытом, естественно. Во-вторых, людей повести дальше в спорт, потому что рыболовный спорт в России существует уже, ну, где-то около 20 лет. Всего-то? Всего. А в Советском Союзе не было? Ну, как такового спорта, вида спорта не было. То есть, были какие-то кубки, какие-то турниры, там… Это промысел был для людей, средства пропитания и традиций. В общем, да. Как бы, с какого-то времени, то есть, любой момент, где можно посоревноваться, он так или иначе становится видом спорта. По зимним видам мы проводим второй год турниры городские, и набираем, в принципе, людей к воруму, ну, практически всегда. Единственное, что у нас в этом году мы начали проводить выездные соревнования, то есть, просто чтобы к нам приезжали наши соседи. Чтобы колючка не мешала. Да, да. По большому счету, как бы, это фактор, который очень сильно ограничивает именно вот общение и участие в таком плане. Вот, значит, турниров в этом году уже, ну, этой зимой, скажем так, да, то есть, будем брать сезон 19-20 зима. Значит, раз, два, три турнира уже проведено. Один, как бы, мы перенесли на март. То есть, это у нас был турнир города Сарова по ловле на мормышку без насадки. На то есть определенные причины. Во-первых, у нас в графике он стоял на новогодние праздники, то есть, людей раскачать довольно тяжело. Во-вторых, все-таки ловля безмотыльная, так называемая, да, то есть, это начало сезона и конец. У нас прям целая наука без насадки, мотыльная. Да, вот. Поэтому, как бы, ну, во-первых, мы не собрали людей, нужное количество, и для того, чтобы людям все равно было поинтереснее, мы решили перенести турнир, ориентировочно это будет 7 марта. Пока, как бы, даты мы, наверное, утвердим, посмотрим, как будем ли мы пересекаться с областью, там, то есть, подобрать дату именно, чтобы никого ниоткуда не выдергивать. Вот, сейчас у нас был в графике на 16 февраля стоял кубок города Саров, открытый на Вознесенском водоеме, но поскольку мы пересекаемся по датам с ежегодным мемориалом Мозруково, соответственно, мы приняли решение перенести его на неделю позже, то есть, кубок будет проходить 24-го, в выходной понедельник, 24-го февраля. Ну, в одни выходные на лыжах побегла, а потом за рыбкой пошел. Да, вот. Федор, можно короткий вопрос? А вот сами по себе рыбаки, это занятие, которое подходит, как мне кажется, и, может быть, я ошибаюсь, фолигматичным людям, выйти, посидеть, там, как-то, вот, побыть наедине с самим собой. Это правда или на самом деле рыбаки – это очень активные люди? Вообще, на самом деле, рыбаки – это очень активные люди. То есть, несмотря на всю внешнюю, вот такую, как вы сказали, флегматичность и спокойность этого занятия, то есть, получается, что для того, чтобы поймать рыбу, ее надо найти. Естественно, поиск рыбы – это определенные усилия, это постоянное перемещение, это прикармливание, это стратегии, это тактики и так далее. То есть, вот это сидение – это лишь один элемент большого процесса? Ну, это, пожалуй, процентов 10 из всего процесса. Вот, все остальное, то есть, это довольно активная работа и на водоеме, и перед водоемом – это изучение информации о водоеме, о рыбе, о снастях, о том, о сезонности клевого и так далее. То есть, на самом деле, это… И как идешь на дело, продумываешь план, информацию изучаешь. Да, потому что без этого как бы можно выйти в удовольствие посидеть, то есть, мы сами иногда выходим просто посидеть, то есть, как бы рыба, она, в общем-то, даже не нужна. В этом случае уходишь на общение с природой, на свежий воздух, как бы посидеть с утра в туманчике у реки. Кто-то на велике по лесу катается, а кто-то на берегу реки сидит. Да, да. То есть, в любом случае, это общение с природой, это свежий воздух, это какая-то активность, так или иначе. Сражение с комарами? Бывает, не без этого. Причем, самое интересное, что в том же рыболовном спорте летом использовать всякие спреи не рекомендуется. Почему? Отпугивают рыбу. А на велике плавают, у нее обгонение? Да, потому что руки так или иначе этим пропахивают. Мы берем насадку живую, она тоже пропахивает, она умерщвляется. Она же насекомая, так или иначе, или ее личинки. Рыба, соответственно, не клюет. Давайте все-таки вернемся к зимней ловле. Скажите, что именно за соревнование? То есть, это ловля на мормышку, да? Да. Что такое мормышка? Ну, я прошу прощения. Мормышка – это очень маленький грузик. Он может быть там подкрашенный, чисто металлический. Это имитация вот этого насекомого, да? Либо имитация насекомого, либо это просто шарик, на который подвешивается мотыль, который является, ну, по большому счету, основной кормовой базой рыбы зимой. Потому что у нас через лед ничего не попадает в воду, соответственно, рыба ищет мотыля. И, как бы, опуская это все на дно, то есть, мормышка выполняет роль зачастую, скажем так, груза, который доставляет корм на определенный уровень воды. То есть, на дно, там, в придонный слой, где-то в пол воды и так далее. А дальше начинается просто игра этой мормышки, то есть, мелкая дробная игра, которая в воде создает имитацию живого организма. И привлекает неманую рыбу. И привлекает неманую рыбу, естественно. То есть, как-то, ну, в общих чертах это вот так происходит. А где вы обычно проводите в городе чемпионаты? На стрелке. То есть, обычно у нас, у нас вообще, как бы, мы, у нас наши рыболовы, спортсмены, и не только, им приглянулось два места в городе. То есть, это, как бы, стрелка Сатис-Саровка около ривьера на самом Сатисе. Либо это перед Плотиной на Садовой. То есть, ну, там в основном лето. У нас как-то так получается, складывается, что летние соревнования в основном около Плотина, зима в основном здесь, потому что активное движение воды, перемешивание слоев, то есть, рыба более активная. То есть, ну... Это тоже с ума все. Да, да. Ну, вообще, ну, как бы, рыбная ловля, она... Я, как бы, уже не раз говорил, что в рыбной ловле нужно несколько наук. Ну, хотя бы приблизительно понимать и знать. То есть, первое, естественно, это их теология. То есть, как целевой объект, который мы ловим. А дальше у нас пошли накладываться метеорология, гидрология, физика, химия. То есть, тут, на самом деле, пласт очень большой. Это рыбу перехитрить должен, прежде всего. Да, да. А для этого у тебя должно быть знание. Да, естественно. И самый главный, ключевой момент, который, вот, опять же, возвращаясь к соревнованиям, почему, как бы, многие спортсмены выходят, а у них не получается. Они, скажем так, не так успешно ловят, как хотели бы, на фоне остальных. Вот, мое мнение, когда человек выходит в тур обыграть соседей, у него это может получиться, но это немножко не то. Человек должен выходить в тур с четким пониманием, что он должен обыграть сам себя. То есть, он должен поднять свой собственный уровень. Он должен научиться чему-то новому. Он должен суметь найти ключик из своего всего богатого опыта, выбрать тот маленький нюанс, который сейчас, в данный момент, ему поможет поймать больше. Больше, чем он сам в прошлый раз. И, как бы, вот такими этапами человек поднимается и, как бы, поднимает свой уровень. То есть, это спорт, в котором решает не молодость, а опыт, да? Не тот сильнее, кто моложе и физически крепче, а тот, кто больше уже на своем веку повидал, больше рыбы выловил, чаще сталкивался с этими ситуациями и понимает, как в них себя вести. Ну, как в любом спорте, это всегда противостояние молодости и опыта. То есть, как бы, молодые ребята, они, как бы, выигрывают часто, они очень стараются, но они, в основном, берут, как говорится, ногами. То есть, они бегают. То есть, они бегают активно, ищут рыбу. То есть, им нет ни что там скачить, пробежать там 10-15 метров, просверлить лунку, там, несколько раз туда закинуть эту мормышку, проверить, рыбы есть, нет, вскочить, побежать дальше, и так в течение двух с половиной часов. Вы, кстати, сказали, ищут рыбу. А как ты ее найдешь? Она в реке, ты ее не видишь. Это же не зверь, там, который траву приминает, извиняюсь, там, нагазил в одном месте, ты понимаешь, ага, вот он в этом направлении идет. Есть несколько косвенных, как бы, факторов, опираясь на которые, можно понять, то есть, есть рыба в данном месте или нет. То есть, во-первых, как бы, всегда нужно изучать рельеф. То есть, искать особенности рельефа, там, дровки, пупочки, там, приямки и так далее. Подводного рельефа? Да. Во-вторых, как бы, нужно обращать внимание на изгибы водоема. То есть, если есть течение, смотреть, как оно движется. То есть, анализировать движение именно воды и состояние дна. И по этим косвенным признакам тоже понимаешь, где будет рыба. И по этим косвенным признакам, да, человек уже примерно понимает, что здесь может быть рыба, вплоть до того, какая она тут может стоять. Вот. А здесь, допустим, ее быть не может, или она такая, которая ему не нужна в данный момент. То есть, если... Много у вас математиков, физиков, людей вот с таким образованием в области точных наук, которые привыкли такие вещи анализировать и решать? Вы знаете, я такую статистику не снимал. Ну, я как бы сам по образованию математик, аналитик. Но я такую статистику не снимал никогда, в общем-то, даже не задавался этим вопросом, потому что, когда начинаешь с людьми общаться, так или иначе, они все этот анализ проводят. Ну, независимо от того, какое у них образование. То есть, человек, который в рыбалку пришел, он уже точно в этом смысле не случайный. Ну, скажем так, приходящий человек случайный. Если его зацепило, то он начинает копать. То есть, он начинает копать информацию, он начинает анализировать, а почему так? Он, сидя рядом на берегу с соседом, начинает думать, почему у соседа больше или меньше, чем у него. То есть, и это все начинает откладываться в определенный опыт, то есть, насваиваться. Из этого формируется уже как бы успешность тех или иных выездов, выходов на рыбалку. Федор, кстати, возвращаясь к зимней ловле на мормышку, а как вы определяете победителя? Чисто по массе вы ловленной рыбы? Да, да. Значит, ну, как правило, естественно, то есть, спорт – это всегда примерно равное условие. Соответственно, как бы спортсменам выдается единообразная тара, поймав рыбу, они кладут. То есть, ну, обычно пакеты. То есть, мы прям спортсмены. То есть, рыба складывается в этот пакет, после тура она вся с судьями собирается, взвешивается. И, исходя из этого общего веса, как бы спортсмены ранжируются уже места. То есть, есть система подсчета более сложная, когда у нас два тура, когда командные соревнования. Но, в общем и целом, все сводится первично именно к весу выловленного спортсмена в туре. А есть читы, которые запрещены уставом честного рыболова? Есть. Значит, на самом деле, ну, как бы приводить я много не буду, наверное, цитировать. То есть, у нас же есть официальные правила рыболовного спорта, подписанные Министерством спорта Российской Федерации. А у нас официально признается в стране рыболовный спорт? Да, это официальный вид спорта, имеющий 9 дисциплин в своем составе. Как бы они все расписаны. То есть, это большой документ, порядка 60-70 страниц, которые гарантируют каждую дисциплину, порядок проведения соревнований, выбор водоемов и, в том числе, разрешенные и запрещенные снасти. А, дело в снастях. Да, дело в снастях и в насадке. Например, в рыболовном спорте категорически запрещено использовать в качестве насадки муравьев и их личинки. Почему? Считается, что это слишком ловистая, как вы выразились, читерская насадка. То есть, это деликатес для рыбы. Да, да. То есть, как бы это деликатес для рыбы, хотя, ну, вот по прошествии многих лет, которые я ловлю рыбу, я, в общем-то, понимаю, что есть гораздо более интересные вещи для рыбы. Ну, просто это самое простое. И плюс, опять же, это забота об экологии, потому что, как бы, все были мальчишками. Ну, ты идешь на рыбалку, там, муравейник его ногой пнул. И дальше пошло радостное. Собрал, да, собрал этих яиц. Ну, не червей копать, долго и муторно. А тут собрал и побежал. То есть, я думаю, что тут еще накладывается вопрос экологической безопасности и, скажем так, заботы об экологии леса и прочей окружающей среды вокруг водоема. Бережное отношение к природе, которое записано в вашем стадии. Да, естественно. То есть, это один из первых пунктов, это бережное отношение к природе. Кстати, по поводу рыболовов, официально признанного спорта, у нас есть мастер спорта по рыбной ловле, или кандидат в мастера спорта? Ну, у нас сейчас, вот на данный момент, мы, как бы, ждем приказа из областного министерства спорта, то есть, мы подали заявку еще на двух человек, то есть, один у нас кандидат в мастера спорта есть, причем он пришел из юниоров, то есть, ему сейчас, он сейчас уже совершенно летний, он перешел во взрослую игру, что называется. И вот в этом году у нас еще два спортсмена выполнили норматив кандидата в мастера спорта, взяв первое место на Кубке Нижегородской области в командном зачете. То есть, сейчас ждем приказы из областного министерства спорта, и, как бы, у нас уже три кандидата. А чтобы стать мастером спорта, нужно на России что-то занять, да? Да, да. То есть, как бы, по разрядам, униципальные, то есть, те, которые проводим мы, это, ну, самый потолок, это первый разряд, областный, это кандидат мастера спорта, и мастера спорта, это уже, как бы, только всероссийские соревнования. Ну, дальше можно уйти на МСМК, так называемый, то есть, мастер спорта международного класса, то есть, это уже победа или попадание в призеры на международных турнирах. А наши ребята ездят на всероссийские соревнования? Пока нет. Ну, я думаю, что в следующем году, возможно, как бы, вот эта команда из этих трех ребят, она поедет. Федор, возвращаясь к, опять же, нашему кубку по зимней ловле, это соревнование именно для спортсменов, или можно просто прийти, попробовать свои силы, хотя бы посмотреть, что это такое? Ну, я вообще всегда призываю, как бы, всех людей не стесняться. То есть, рыболовный спорт – это, ну, пожалуй, самый массовый вид спорта, по большому счету, для того, чтобы понять, интересно тебе или нет, в общем-то, и особых уважений он никаких не требует. Поэтому я приглашаю всегда всех. Очень часто бывает, что человек стесняется, стесняется, боится, боится, его уговаривают, он приезжает на соревнования, и, что называется, рвет зону. То есть, выходит с первым местом, при этом обловив, ну, иногда на порядок даже, как бы, всех остальных спортсменов. Поэтому, как бы, они открыты у нас всегда. То есть, участвовать может любой желающий, мы призываем, в общем-то, как бы, и приглашаем всех желающих поучаствовать. Если человек понимает, что это не его, то есть, никто его журить там не будет за это, то есть, ну, попробовал. И это смелость определенная. И я считаю, что, как бы, если человек считает, что он успешно ловит рыбу, ну, хотя бы один раз он должен поучаствовать. Или может мифы для себя развеять, что это скучно, что ты три часа будешь на морозе сидеть. Да, да. То есть, как бы, на самом деле отношение к рыболовному спорту, оно такое, пришедшее еще из старых времен, когда они ничего не знали, когда у нас рыбалка, к сожалению, ассоциировалась там с алкоголем и всем остальным. Значит, скажу сразу, во-первых, употребление алкоголя категорически запрещено. Это официальный вид спорта, на него распространяются все правила. Увидят, выгонят. Да, на него распространяются, причем это дисквалификация до года, на уровне Федерации России. То есть, документы всегда подаются туда. На него распространяются все, естественно, законы по антидопинговому законодательству. То есть, там, на самом деле, это все очень... Кровь сдают, что ли? Да, выборочно у нас бывает на России сдают кровь и на мира, очень часто, на турнирах мировых. То есть, выборочно у спортсменов берут допинговую пробу. Я даже не представляю, чем можно, пардон за жаргон, закинуться, чтобы получить преимущество в рыбной ловле. Какое-то вещество, которое у тебя восприятие как бы... Ну, смотрите. Во-первых, это восприятие. Во-вторых, это выносливость. Потому что... Давайте проговорим. До эфира было сказано, человек из зимы идет на рыбалку. Сколько он бурит обычно? Если человек идет просто на рыбалку, он обычно бурит 2, 3, 4. Ну, 10 лунок – это, ну, так, потолок. Во время соревнований, если рыбы нету, если он ее не находит, за 2,5 часа человек может пробурить от 60 до 90 лунок. И каждый из них примерно какой долг? Если это конец зимы, ну, где-то от 70 сантиметров до метра. В прошлом году нам присылали видео, на Байкале проходил турнир у них ежегодный, байкальский. Толщина льда – полтора метра. Полтора метра. Умножим на 60. Да. Получим 90 метров. Получаем 90 метров, которые надо бурить, которые надо грызть буром. То есть, причем это надо делать быстро. И потом, чтобы рука еще не тряслась, когда ты удочку держишь. Да, да. Точнее так, чтобы она тряслась в нужном ритме. Это еще сложнее. Да. Поэтому, как бы, выносливость тоже играет определенную роль. Но я знаю, что есть люди, которые довольно успешно берут, что называется, опытом. То есть, им не надо столько бурить. То есть, они просто приходят на водоем, оценивают состояние водоема, оценивают береговую линию, оценивают зону, находят, бурят с десяток лонок, находят нужный им рельеф и начинают успешно ловить. Ну, как мы и говорили, молодые берут ногами. Да. Люди постарше опытом. Да. То есть, это по зиме. Значит, летом в дисциплине, например, ловля спиннингом, допуск к участию в соревнованиях перед туром – это 100-метровая пробежка. Береговой спиннинг. То есть, все спортсмены выстраиваются в линию и поехали бежать 100 метров по пересеченной местности. Такой спринт. Да. То есть, это спринт перед туром. То есть, после этого человек, не имеющий определенной физической подготовки, то есть, понятное дело, запыхавшийся, он выходит в тур, и у него ничего не получится. Поэтому, как бы, на фоне остальных. Поэтому, в определенной степени, то есть, это и физподготовка. Силовая сильно, наверное, не нужна. Да, пожалуй, это только одна дисциплина, где нужна именно силовая подготовка. То есть, это ловля карпа. Особенности заброса, потому что дальность заброса от 120 до, ну, некоторых до 180 метров. Это как в старом фильме, когда вот так вот раскручивали, как лассо. Да, только это все через голову, и это одним разом. То есть, вот туда запулить груз, причем это все нужно сделать очень точно. Ну, как бы вот карповой ловля – это вот… Прямо искусство. Да. Ну, каждая дисциплина, она на самом деле имеет свои какие-то нюансики, свои особенности. То есть, вот, как бы по зиме, то есть, у нас из зимних видов спорта две дисциплины, как бы, обозначены. То есть, это мормышка и зимняя блесна. Зимнюю блесну мы пока не проводим в городе, потому что, ну, пока, я думаю, нет востребованности такой. То есть, в основном у нас мормошатники, то есть, люди, которые лодят мирную рыбу, так называемую, да. Если наберется, там, 15 человек, которые, скажем, давайте нам зимнюю блесну, мы тут сейчас будем рубиться, без проблем. Если будут желающие, проблем с соревнованиями не будет. Если человек вдруг увидел, например, на нашем канале новость о том, что пройдет вот чемпионат по рыбной ловле, неважно зимний, летний, что нужно сделать, чтобы принять в нем участие? Ну, достаточно просто позвонить или, может быть, даже без, то есть, для предварительной заявки, просто чтобы мне понимать, примерно оценивать, сколько я ожидаю там людей, да, то есть, будет кворум, не будет кворума, то есть, либо просто прийти непосредственно к началу регистрации на соревнованиях. Мы с удовольствием принимаем всех желающих, то есть, человек приходит, подает заявку, ему выдается номер, то есть, дальше у нас, ну, дальше уже по регламенту соревнований. Почувствовать себя частью большой рыболовной семьи. Да. А там, там как пойдет, если человек почувствует, что это его, что это азартно, это интересно, то, возможно, он и останется. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с председателем Федерации рыболовного спорта Сарова, Федором Якушевым. Федор, большое спасибо, что пришли. Удачи вам, вашим коллегам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok